Добрый день, дорогая Церковь! Я рада приветствовать вас с любовью Господа Иисуса Христа. Я поздравляю вас всех с праздником, с прошедшими праздниками, с Пасхой. Поздравляю ваши семьи. Очень радуюсь я вместе с вами, что это, я надеюсь, последнее онлайн-служение. И после этого наша жизнь вернется в прежнее русло, в прежнее течение. И, наверное, недаром Господь дал мне именно вот это слово, и так совпало, что именно сегодня я его говорю. Потому что готова я его немного раньше, но как-то Бог по-другому усмотрел времена и сроки. И тема сегодняшнего проповеди, сегодняшнее слово – это Божий поток. И как мы двигаемся в нем. На самом деле я хочу поговорить с вами, братья и сестры, что много есть разных потоков в наших жизнях. Мы с этим потоком жизни сталкиваемся. У бизнес-людей даже понятие такое. Они говорят, вот попал удачно в струю. Кто им слышал такое слово? Вот попал в струю. Так говорят, например, в тех случаях, когда кто-то удачно пришел в бизнес, который только зарождается и начинается. Вместе с другими там единомышленниками стал основывать какой-то бизнес. Он стал успешным. И студенты начинали когда-то Майкрософт и стали Кэм Билл Гейтсом, да, миллиардером. Когда-то Цукерберг со своими студентами вместе начали там проб на Фейсбук. И теперь они попали в струю. То есть это такой поток бизнеса, когда они уже пошли, 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 ходка больше и больше. И в этом потоке как бы достижения достигались уже сами собой. Потому что была энергия потока, которая тебя подталкивает и несет. Классно быть в таком потоке, правда? Это правда. Есть поток, например, машин. Трафик. Трафик-стрим. У меня был такой приятный случай. Бог повел меня. Именно это было от Бога. Я поехала по бизнес-цели в командировку в Берлин. Лет 20 тому назад. Я была сильно в водительстве духа. И Бог мне дал и сказал, и проговорил, какая миссия в этой поездке. И была такая благодать, благодать на этой поездке, что когда я приехала в аэропорт, села в такси, должна была из окраины города, аэропорт на окраине Берлина находился, в центр города в свою гостиницу приехать. И мы поехали, и все светофоры были зеленые. Это был центр, прямо середина дня, не ранее утро, не ночь, а прямо вот середина дня, и много машин было. Берлин большой мегаполис. Мы попали в центральную улицу, где справа, слева много машин, просто поток. И нас этот поток просто нес. И мы ехали, и не снижая скорость, и все было зеленый, 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 зеленый. И сначала как-то он воспринимал таксист это как должное, потом стал удивляться, потом уже смеяться, как ребенок, и все повторял. We are in green line, мы в зеленой линии. Мы попали в зеленый. И он все ждал, когда это кончится, зеленая линия, она все не кончалась. И когда мы приехали в гостиницу, я высадилась своим чемоданом, он был в таком шоке. Важатаж говорит, я первый раз это вижу такое. Мы доехали за 20 минут. Обычно эта дорога занимает час, час 15. То есть мы за 20 минут в середине рабочего дня в потоке машин домчали от аэропорта без всяких препятствий. Мы попали в зеленую линию. Классно быть в зеленой линии, когда все светофоры тебе зеленые, и ты просто движешься. То, что надо, это просто двигаться в потоке, не снижая скорость. Это классно. Есть другие понятия потоков. А я хочу поговорить с вами о потоке Божьем. Библия много говорит о потоке, о потоке жизни, о потоке течения Божьей жизни. И много откровений об этом есть. И сегодня я хочу говорить об этом, потому что за время карантина мы все как-то в течение нашей жизни, в том числе духовной жизни, как-то подошло на спад. Мало было контактов, мало общения, мало встреч, мало христианского общения. И как-то наше движение в Боге, наша духовная жизнь, она как-то подсократилась, пошла на спад. И нам всем, не знаю, как вам, но я жажду. Я жажду вернуться в то нормальное течение и русло, которое тебе течет, и ты идешь с Богом. И ты двигаешься с Богом. Не знаю, как вы, а я скучала по этому во время карантина. Я жажду этого. И я хочу в сегодняшнем служении говорить об этом течении Божьей жизни. Я хочу, чтобы у вас была жажда и желание этого Божьего потока в вашей жизни. Давайте обратимся к Писанию и посмотрим, что говорит Бог о Божьем потоке. Писание открывает нам прежде всего, что сам Бог, и только Бог удовлетворяет человеческие нужды. В чем бы мы, люди, не нуждались, Бог является для нас единственным снабжением, потому что Он Сам – жизнь для человека. И Он может снабжать и снабжает нас всем, чем мы только нуждаемся. Если мы откроем книгу Бытия, мы видим, что после сотворения человек был помещен в Эдемский сад. Рядом с ним было дерево, которое называлось Деревом Жизни. А поблизости от этого дерева находилась река. Если посмотрим на дальнейшие откровения из Писания, мы понимаем, что это картина, которая изображает, как Бог приходит к человеку. Он приходит к Бог, к человеку, как поток, с которым человек должен соприкасаться, и поток, который Бог, человек должен принимать. В Псалме 35, с 9 по 10 стиха, Псалмопевец хвалит Бога и говорит, «Из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их, ибо у Тебя источник жизни». Это означает, что у Бога есть источник жизни. Откуда течет река сладостей Божьих? Бог сам источник жизни, и из этого течет река Божьей жизни. Поэтому Бог, как жизнь для человека, во-первых, проистекает в Своем Сыне, в нашем Господе Иисусе Христе. Таким образом, Господь дает нам живую воду, и вода, которую Он дает, делается в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, с 3 по 14 стихи. Иисус сказал ей, это разговор Иисуса и самаритянки у колодца, «Всякие, пьющие воду сию, пожаждут опять. А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И так Бог течет в Своем Сыне к нам и через Своего Сына. Сам Бог является источником божественной воды жизни, а Господь Иисус является источником, полотцем. Он как скала, рассещённая Богом для нас, чтобы из этой скалы для нас текла живая вода божественной жизни, и мы должны эту жизнь принимать. Во-вторых, Бог течет, как живая вода в Своем Духе и через Своего Духа Святого. Господь Иисус говорит, что из тех, кто верует в Него, потекут реки живой воды. Так сказал Иисус о Духе Святом. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 по 39. В последний же день великого праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие, сказал оно Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было ещё на них Духа Святого, потому что Иисус не был ещё прославлен. Это важный момент, я хочу, чтобы Вы его как-то положили сейчас в память. Когда был великий праздник, Иисус стоял в Иерусалиме, и Он стоял у дверей храма, у ворот храма. Он возгласил, «Кто жаждет, приходите, пейте даром, реки воды живой». Он провозгласил это, и это перекликается с теми пророчествами, которые были о Иисусе в Ветхом Завете до того. Отсюда мы видим, что Дух Святой – это второй канал, по которому течёт к нам Бог. И сам Бог к нам течёт, как живая вода, как поток, который мы должны и принимать, и воспринимать. Писание говорит, что всякий жаждущий, не только во времена Иисуса, но и сейчас, и во веки, может прийти к Господу и пить воду жизни даром. Об этом говорит Откровение 22, глава 17. И Писание говорит, что в вечности сам Господь будет нашим пастырем и поведёт нас к источникам воды. Откровение 7, глава 17 стих. Вода жизни – это сам Бог, как наша жизнь. Не только в Новом Завете говорится о потоке жизни водой. В Ветхом Завете дана прекрасная, восхитительная картина в главе Езекииля, в 47-й главе. Откровение было дано пророку в непростое время. Но это замечательное, чудесное откровение, величественное и полное силы для нас, верующих. В каком историческом контексте произошло то, что Господь дал такое великое откровение Езекиилу? Исторический контекст был довольно тяжёлый. Во времена Езекииля народ Израилевы отложился от Бога. И уже несколько столетий, как пал грех идолопоклонства, народ Божий отступил от Бога. И Господь, хоть и неоднократно предупреждал народ Божий, народ Израилев был под падением и непослушением Богу. Хотя формально служение Богу ещё прекращалось, в реальности Израиль впал, выдал служение и былопоклонство везде и всюду. Итогом всего этого послужило, что Господь отвернулся от Израиля и попустил случиться войне. И в результате этой войны Иерусалим был взят. Жители Израиля и Иерусалима погибли от голода, от меча, были убиты. Треть людей, жителей Израилевского царства, пошло в плен в Вавилон. А сам храм был полностью разрушен, разграблен и был в запустении. И служение Богу, Богу и Егове, оно прекратилось, и жертвоприношение прекратилось. Храм был в запустении, храм стоял в развалинах, и все золотые и серебряные сосуды, всё, что было ценного, было вынесено вон из храма и стало добычей царей вавилонских и попало в вавилонскую сокровищницу царя вавилонского. Иезекииль был один из тех переселенцев, которых забрали вавилон. Иезекииль плакал перед Богом, молился и постился, исповедовал грехи народа израильского. Но самое главное, что мучило пророка. А что дальше? Все пророки до него, они говорили о том, что у Бога есть великий план, и обетования, данные Аврааму, и они непреложны для народа Израилева. И здесь такое крушение, крах всего, крах царства Израильского, крах и прекращение богослужения, которое было от века дано народу Израильскому. Казалось, что все кончено. И это было главное мучение для пророка Изекииля. Он молился, говорил, Господи, что теперь? И в ответ на это Бог дает чудесное видение Изекиилю. Во-первых, Он показывает ему в 46 главе картину восстановления храма. Господь говорит, ты плакал и рыдал, Изеки. То, что я назначил над народом израильским, мой гнев, доколе он не насыщится, все так и будет. Но через 70 лет восстановится храм. И служение, и присутствие Бога на святом святых возобновится. Потому что обетования, данные Богом Аврааму, они непреложны и не могут прекратиться. Так Бог показал Изекиилю, во-первых, обетование, восстановление храма. И 46 глава подробно описывает вид будущего служения, насколько славно это будет, насколько величественен будет новый храм, лучше прежнего, насколько это восстановленное и обновленное от Господа будет лучше предыдущего. Но этим Господь не ограничивается. Уже и этого было бы достаточно Изекиилю, чтобы утешиться. Но Бог в ответ на желание, искреннее желание Изекииля знать, каков план Божий касательно Царства Божьего, каков план Божий и что планируется в духовном мире. Изекииль был жаждущий пророк, Он хотел знать, каков план Божий относительно человечества. И Бог пошел дальше, и Он показал Изекиилю ответ. Давайте откроем 47 главу с 1 по 5 стих. Видение Изекииля приходило через ангела. И потом, 1 стиха, привел Он, ангел, меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвы. И вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде. Подыбало по лодыжку. И еще отмерил тысячу. И повел меня по воде. Воды было по коленам. И еще отмерил тысячу. И повел меня. Воды было по пояснице. И еще отмерил тысячу. И уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. Здесь Бог показывает пророку образ будущего царства, который начнется в Иерусалиме, а затем распространится до края земли и до края вселенной. Это Божий поток, Божий план о Божьем царстве, который начнется с того момента, когда Иисус встанет на дверях храма и скажет, «Жаждущие, приходите пить воду жизни даром». И приходящего ко мне не изгоню вон. И с этого момента началось исполнение вот этого видения Иезекииля по плане Божьем, о потоке воды жизни, который распространится, начиная от ворот храма в Иерусалиме и далее на восток, и далее до края земли. Я хочу обратить ваше внимание, как бережно и заботливо Бог через Ангела вводит пророка Иезекииля в поток жизни. Вот если сравнивать и проводить параллели, мы как и Иезекииль, мы тоже, ну, Иезекииль был в худшем состоянии, он оказался в плену и на чужбине. Он пережил плен, голод, многие тяжелые события. Но тем не менее тоже, как бы, он находился в состоянии, когда служения прекратились и обычная жизнь замерла. В чем-то параллели с нами, мы прошли через карантин и посидели в запертии по домам своих. И тоже наша жизнь, типичное наше течение нашей жизни, оно как-то сократилось. И поток жизни иссяк. И посмотрите, как бережно вводит Ангел Иезекииля в эту воду. Он не тащит его быстренько, крестится целиком из головы. Я думаю, что духовности у Иезекииля хватило бы и на это. Но Бог очень заботлив Иезекииль. Он сначала отмеривает воду и отмеривает, по сколько зайти. И по мере способности Иезекииля заводит его понемногу в эту воду, чтобы он обвык и свыкся к этому. Сначала он заводит его по лодыжку, потом по колено, потом по пояс. Интересное происходит, когда Иезекииль заходит в поток жизни по пояс. Это такое состояние, когда ты уже и стоять не можешь, и еще не плывешь. Но ты уже чувствуешь, как сильно и мощно движется поток жизни через тебя. Ты чувствуешь этот поток, ты готов двинуться с ним, но ты еще пока стоишь ногами твердо и держишься за землю. Вы знаете, это очень наглядный пример, что происходит с нами в духовной жизни. Ведь в духовной жизни мы изначально рождены от Адама, и мы существа по рождению Плуцки. И для нас, мы люди, люди берега. Для нас мы рождены на берегу. И для нас берег, и что на нем, это привычные ориентиры. И очень часто наше сохождение с Богом, это так, зайти немножко в воду, но далеко от привычного берега не отходить. Потому что там привычные ориентиры. Вот справа Кустики, вот слева гора. Мы знаем, и в этом границе нашей жизни. Мы к ней привыкли. Нам трудно решиться и отпустить все это. зайти по пояс, а потом и дальше поплыть, и потерять берега. Все, к чему мы так привыкли. Поэтому ангел был так бережен с Езекиилем. Езекиилю нужно было осознать, что в Боге нужно плыть, в Боге нужно довериться этому потоку и отпустить все привычные ориентиры. Все то, что ты знал и все, что составляло основу твоего привычных мироощущений. Если вы хотите двигаться с Богом в полноте, во всей полноте этого потока, надо быть готовым, что все, к чему вы привыкли, оно станет как незначительное. Об этом говорили, помните, все апостолы. Ради Христа мы стали как безумные. В этом была трагедия парисеев и религиозных лидеров времен Христа. Они читали Ветхий Завет, они читали пророков, они ждали Мессию, они готовились к приходу к Мессии. Как же так получилось, что кто-то пошел за Христом, а кто-то не пошел, что помешало пойти за Христом? Берега. У фарисеев были религиозные принципы и постулаты. Они вот схватились за них двумя руками. Поток идет, Иисус уже тут, а они не могут с ним поплыть. Потому что если согрешило, то надо побить камнями. А Иисус говорит, милость превозносится над судом. Это то, что дальше тех законов, которые им даны. А они не готовы плыть и входить в это. Потому что они вцепились. Потому что фарисеи, религиозные лидеры, они почитали святость Божию. Настолько почитали, что перед каждым религиозным действием они совершали ритуальное омовение. Они входили в воду, в эти миклы с водой, освещались, омывались, делали ритуальное омовение и выходили. И выходили обратно. Для них был Бог, как войти в Бога и выйти, войти и выйти. При этом их собственная жизнь изо дня в день оставалась все той же и той же. Они понимали, как освещаться с Богом, но не понимали, как с Ним двигаться. Что же касалось апостолов, они были научены Торе, они посещали синагоги, они искали Бога сердцем. И когда пришел Иисус, они ходили с Ним вместе. И они познавали Бога через жизнь рядом с Христом. И познавшие Бога, они были готовы двинуться и поплыть, и поплыть вместе с Богом дальше и дальше. Хотя это давалось им тоже нелегко. Вспомните апостола Петра. Ему нелегко далось общение с язычниками. Когда Господь послал его боговестствовать язычникам, Богу пришлось дать ему специальное знамение. Помните, что Бог очистил того, не почитая нечистым. Когда явилось к нему полотно четырехугольное, на нем всякие пресмыкающиеся и сказано «Закали, встань, Петр, закали и ешь». И Петру пришлось трижды пройти через это, прежде чем он осознал о чем это. Только Господь позволяет ему общаться с язычниками, нести им боговестие, есть и пить вместе с ними, входить в их домы, потому что Бог очистил через веру и язычник и почитает язычникам чистым через веру во Христа Иисус. И надо сказать, что даже этот урок, который Бог так чудесно преподал Петру, тоже куда-то потом делся, потому что если мы видим по Писанию, в дальнейшем было такое, что у них выходила даже размовка с апостолом Павлом. Когда апостол Павел с некоторыми верующими явился в Иерусалим, то апостолы лицемерили, не ели не пили с этими верующими, потому что они были из обрезанных, а те были из необрезанных. И они почитали их нечистыми, не садились с ними за один стол и не протягивали им руки для общения, не пожимали. В результате пришлось апостолу Павлу, но он был ведом, конечно, Духом Святым восстать и по водительству Духа Святого обличить в лицемерии и сказать, что если вы пред Богом ходите, то пред Богом и ходите до конца. Я думаю, все, что он сказал, напомнило апостолу Петру то видение, которое у него было, и то славное служение, когда покаялись язычники через него и началось это движение среди язычников. Это все просто показывает, что наши религиозные и не только религиозные, наши привычные человеческие, плотские ориентиры, потому что религиозные утверждения это тоже плотские на самом деле. Это все суша, это все твердь. А Господь, он река жизни. Река, которая движется, течет, меняется и обновляется ежедневно. Если мы хотим взаимодействовать и жить в Господе, мы должны быть готовыми к изменениям и обновлениям. Мы должны быть чуткими, должны быть готовы оставлять все свое, устремляясь за Богом. А иначе никак. Если мы держимся за свое, как мы можем принять Божье? Иисус говорил, что не наливают нового вина в старые мехи. Если мы не обновляем свои мехи, готовность воспринимать новое от Господа, то мы и не можем входить в его ежедневно обновляющуюся благодать. Река водой жизни обновляется ежедневно. Хочу с вами поговорить, почему наше взаимодействие это взаимодействие с потоком. Ну вот, казалось бы, Бог же может приходить в любом виде к нам. Он имел такую милость, что послал Иисуса в образе человека. Почему сейчас мы должны взаимодействовать с Духом Святым в виде поток? Почему во все времена Бог являлся потоком? Нам, будучи существами материального мира, физического мира, трудно понять и воспринять это. Почему Бог — это поток? И почему Дух Святой — это как река? Ответ неожиданный. Потому что мы сами являемся духовными существами. И наша жизнь — это тоже поток и течение. С одной стороны, мы живем здесь и сейчас в оплате, а с другой стороны, это нечто временное, приходящее, настолько незначимое, что оно как мотылек появился и нет. Но то, что в нас вечное, это тоже поток. То, что Библия называет нашей Душою или другими местами жизнь, жизнь и Душа в близком контексте это одно и то же. жизнь наша, душа наша — это поток. Поток, который духовный, который течет во время. И в сердце этого потока есть наше Я, наш Дух. И наш Дух тоже, тоже поток и тоже движение. Поэтому Бог, будучи Духом, приходит к нам как к существу духовному. и Он хочет, чтобы Его поток слился с нашим потоком. И чтобы мы добровольно сливали поток нашей жизни с потоком Его жизни. Именно поэтому Иисус сказал, а поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе и истине. А вы не можете воплоти поклониться Богу, потому что Бог — духовность, и вы — духовность. И Бог ищет, чтобы мы поклонялись не внешним лицемерным плотским образом, а внутренним духовным всем существом и центром вашей войны. Давайте откроем второе послание к Тимофею, глава 4, стихи с 6 по 8. Замечательные слова апостола Павла. Внешне всё выглядит плохо. Он в тюрьме, в вузах и, в общем-то, близится время его казни. И что говорит апостол? Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Будучи в заключении, подводя итоги своего служения, Павел говорит о том, что он подвигом добрым подвязался и течение совершил, и сохранил веру при этом. Причём веру не как какую-то общность религиозных взглядов, не как символ веры, заполненные, записанные где-то, и которые он знает наизусть. Но веру как полноценное и полностью доверие и уверенность в Господе Иисусе Христом. Веру как следствие личного общения с Богом. Веру, которую он не потерял, несмотря ни на какие трудные обстоятельства его жизни, его заключения. И дальше он говорит, что он готовится стать жертвою. И жертвою здесь не в том контексте, что его казнят и жестоким образом, хотя многие понимают именно так. Жертвою здесь. Павел говорит о жертвах, которые приносили в храме. Он говорит о том, что его жизнь, она стала как жертва Господу, как драгоценное возлияние. Если помните, в том числе, когда поклонялись Иегове, ветхозаветные священники, они возливали елей и вино перед Господом. И это были как символы и прообразы, как часть чего-то важного. А часть чего-то важного это было символ того, что жизни народа Израильского принадлежат Господу. Возливая елей и вино, они как бы показывали, что и наши жизни вливаются и возливаются во славу Божию. Это как отдать жизнь свою Господу. Поэтому здесь апостол Павел говорит, что он готовится стать жертвой. То есть его жизнь принесена в жертву Господу. Как драгоценное возлияние. И здесь его слова перекликаются со словами Господа нашего Иисуса Христа. О том, что человек может сохранить свою жизнь, а может потерять. может отдать ее ради Боговестия, тем самым сохранив ее, а может потерять, оставив ее себе. От Луки 9-го глава с 24-го по 25-го здесь Иисус говорит, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережется ее. Ибо что пользу человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Если при живом теле наша душа будет принадлежать Христу, то мы будем жить так, как Господь нам велит и повелевает. И наш поток нашей жизни, движение нашей жизни станет похоже на жертвенное возлияние Господу. И сейчас в наших жизнях происходит нечто подобное. В нашей власти отдать жизнь Господу или сохранить ее для себя. Потерять жизнь для Христа или отдать Господу и тем самым приобрести ее. И в этом контексте можно сравнить то, что если мы сохраним нашу жизнь для себя, мы не удерживаем свою жизнь в своих руках, потому что она как вода пройдет сквозь песок. Но если мы отдаем нашу жизнь Господу Иисусу Христу, то Он вливает ручеек нашей жизни в поток, великий тот самый поток Божественной жизни, тем самым сохраняя его. Ведь царство подобное, оно подобно океану. Океану наполненную Божьей водой и отдельными тройками, которые втекли всех наших жизней. И полнота царства это полнота праведности каждого праведника, который войдет в царство Божье. Ведь неправедной жизни в царстве Божьем не будет. Только в отличие от океана, который мы имеем здесь, любая вода, которая втекает в него, она растворяется полностью и теряет свою идентичность. Мы же, втекая в океан Божественной жизни, мы не потеряем свою духовную сущность и свое я, и свое индивидуальности, но мы войдем в Божью полноту и сами собой ее дополним. Такой план Божий, который показан от времен Езекииля через Новый Завет, Ветхий Завет и до самого конца. Такой план Божий о Божьем потоке, в котором мы все, как верующие, должны вливаться и в котором наша часть и наше участие. Как же нам практиковать вхождение в поток Божий? Честно скажу, здесь я проповедую не столько вам и не только вам, сколько самой себе. Я жажду и хочу войти в этот поток. Я жажду и хочу быть в нем. Когда я готовилась, я молилась и спрашивала Господа, какие ключи, как входить в поток Твой? Как возобновить и как снова войти в силу вхождения в Боге и в Его потоке? Как исполняться Его Духом Святым и как наполняться Его жизнью? Бог показал мне три ключа. Первый ключ это познание Бога. Второй ключ это благочестивые желания. И третий ключ власть духовная. Первый ключ это познание Господа. Дорогие мои, без познания Господа можно ли довериться и поплыть в потоке Божьем? Никак. И чем больше мы познаем Бога, тем больше мы готовы довериться Богу. И каждый из них находится в этом потоке, как я рассказывала, кто-то как в парисяе заходит и выходит. Кто-то как изъятили в начале его откровения, когда он ходил по щитову. Кто-то по колено. Кто-то уже пробует и ходит по поясу. И это классно, братья и сестры, я рада, если среди нас есть такие, кто ходит по поясу. И ощущает, что поток его просто подталкивает, заставляет начинать перебирать ногами. это классно. И замечательные герои веры, которые поплывут. И потом в конце, как апостолу Павлу они говорят, течение я совершил. И жизнь моя как драгоценное возлияние, которое я полностью дал Господу ради благовестия и царства. Вот наши цели. К этому мы должны стремиться, к этому призваны. Но невозможно это сделать без доверия к Богу. Апостолы сделали это. Потому что они познали Отца и Его любовь, и Его верность, и Его благое через Иисуса Христов. Они видели, что если Иисус и творит что-то странное, в этом есть глубокий смысл духовный, цель, и в этом есть победа. Потому что все, что Иисус так бы делал странного, заканчивалось великим спасением грешника, очищением прокаженного, освобождением бесноватого, великими чувствами. Хотя вначале казалось как нечто странное, укрощением бури. И глядя на все это, они научились безусловно доверять Богу и говорить то же, что говорил Иисус. Господь, да будет твоя воля на земле как и на небе. Это кстати очень, я когда готовилась к этому служению, Господь показал какая сила в этой части молитвы Господа. Когда мы говорим Господи, да будет твоя воля на земле как небе, мы тем самым ставим приоритет Божьей воли над своей собственной, человечеством. И здесь мы вплотную подходим к второму ключу, который у меня дал Господь. Богочестивые желания. Чтобы ходить в Господи и в Божьем потоке, мы, будучи уже взрослыми христианами, не младенцами, должны сами себя судить и сами себя разделять свои желания от благочестивых и нечестивых. Желания возникают в нашем сердце с теснообцем. Что мы выбираем пожелать себя? Что мы выбираем целями и приоритетами своей жизни? Богочестивые желания или нечестивые? Каковы наши мысли? Каковы наши желания? Таковы и есть мы. И вот здесь, если мы не проводим фильтр своих желаний, своих мыслей, своих устремлений, мы никак не можем ходить в потоке Божьем. Мы должны выбирать богочестивые желания. Это во-первых. Во-вторых, Господь нам говорит, ну как бы вы можете сказать, ну окей, Мария, я вот много чего хочу, но что-то оно не исполняется никак. И эти желания неплохие, они хорошие. Я хорошего желаю себе, своей семье, своему дому, своей церкви, своим ближним, только не происходит почему-то. Вы знаете, есть еще и второе. Иисус оставил нам правильный пример, как человек должен относиться к своим желаниям. Это молитва Иисуса Христа в Гефсимане. Иисус не очень хотел сам, будучи человеком, пройти эти страдания. И он молился, говорил, если возможно, да минует меня чаша сия. Но потом он добавил, и то, что он добавил, это ключевая фраза, которая является уроком для всех нас. Как должно поступать со своими человеческими желаниями. Он сказал, впрочем, да не как я хочу, а как будет воля твоя. Вы понимаете, мы тоже можем много чего хотеть, но если мы не ставим приоритет воли Божьей над собой, над своей жизнью, то мы не Господни, и Господь не наш суверен, а мы сами хозяева и господа своей жизни. Если Господь есть истина, Господь в вашей жизни, вы как Иисус, чего бы ни желали, о чем бы ни просили, всегда должны быть готовы оставить свое желание, если Господь не хочет того же, чего и вы. кто-то может жениться на какой-то девушке, вот нравится, а у Господа другие планы. Значит, всякие молящиеся о браке должен сменять сказать, Господи, впрочем, не моя воля будет, а Твоя, как Ты, Господь, и принести тем самым великую жертву Господу. Скажите, Господь, я кладу на землю, мое сердце открыто, но как Ты хочешь, и так во всем. Хотите построить дом, хорошее желание. Кто-то хочет ребенка родить, отличное желание, но не как Ты, Господь, хочет. Не как Ты, Господь, хочешь, не как я, а как Ты. И когда вы ставите такой приоритет, вы даете Богу суверенное право действовать в вашей жизни. И тогда вы вливаете свою жизнь в Божий поток, а не пытаетесь течь от Бога отдельным параллельным ручеечком. Вот течет Божий поток, а вы течете где-то рядом. Так, касаетесь иногда, журчите там где-то рядышком. Другие журчат рядом, верующие, неверующие, хорошо, так все где-то рядом, справа, слева, кто-то журчит, и я журчу. Но проблема в том, что вы не в Господе. Если вы своими желаниями не справляетесь вот таким образом, вы не можете влить себя в Божий поток, потому что Божий поток подразумевает подчинение Богу, подчинение вашей жизни, Божественной жизни. И третий ключ, это власть духовная. От Матфея 18 глава 17 стих. Иисус сказал, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, а что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Вы знаете, мы немного имеем сил в духовном мире. Мы не можем что-то там такое великое совершать. Это всё совершает Господь своей великой силой. Но мы, будучи духовными существами, наделены от Бога властью говорить да или нет. Мы зачастую не понимаем, сколь велика эта власть. Но эта власть настолько велика, что мы можем спастись, а можем не спасти. Потому что если мы говорим до Христу, мы спасены. А если кто-то говорит упрямо нет, тот не входит в господице. Это власть что-то разрешать и с чему-то запрещать. Эта власть называется воля человека, которую Господь дал свободное человеку и не забирает. Это тот камень, который Господь не подымает, потому что Он дал нам власть. и в этом плане мы должны осознавать свою власть духовную. И в этой власти духовной мы должны соподчиняться Господу. Если мы где-то противимся Господу, то мы как бы становимся поперёк вот этого потока и говорим, да нет, Господи, поток течёт, а вы вот встали вот так поперёк этого потока, да нет. Вы не можете быть в потоке, когда вы свою духовную власть что-то делаете или говорите поперёк воли Господи. И вы не понимаете и не знаете как пользоваться вашей духовной властью. А эта духовная власть довольно-таки велика. Я вам расскажу довольно-таки смешной случай, который со мной был буквально недавно. У нас есть коты в доме. Многие держат животных, есть коты. И вот утром я вышла, смотрю, один кот есть, второй пропал. Ну вот, опять начинается уже волнуюсь. Однажды у нас кот уже сбегал к соседям. Я уже сходила к соседям по балкону, познакомилась, там новые люди живут. Мы с ними проверили их квартиру, они были так добры, видели моё состояние, что я кота ещё не переживаю. Мы открыли свой дом, мы поискали кота у них, кота нет. Вот. Ну, один вывод, кот свалился с балкона. Ну, я попереживала, уже так, глаза на мокром месте, но держусь. Держусь полночи, не нашла. Проходит второй день, все спрашивают, ну что, нашёлся кот? Я говорю, да нет, сбежал куда-то и нашёлся. И уже приходит такая подлая мыслишка внутри. У тебя два кота, зачем тебе два? Один-то есть. Он, наверное, к сародичам своим побежал. Муж говорит, да кто-то его подобрал, нищий. Вы знаете, это была точка, когда я могла сказать, да, пропал. Я подумала, подумала и сказала, подожди, в нашей семье есть такой постулат, что у нас семьи собираются вместе. То есть я вот как бы держусь такого восповедания, мы семья. И значит, у нас ничего не сломано, ничего не разрушено и всё, что потеряно, найдётся. Я вот взяла такие ключи в своём доме и держу эти ключи. У нас ничего не теряется. У нас правда ничего не теряется. Если мы чего-то теряем, мы находим. Это вера моя. И по этой вере я делала этот ключ в своём доме. У нас нет потерянного, а если что потерялось, найдётся. Я говорю, вы забыли, что в нашей семье, что теряется, то находится. И мы своих не бросаем. Пусть это всего лишь кот. Но он член нашей семьи. Усатый, полосатый член нашей семьи. И значит, мы будем его искать, пока не найдём. В общем, вторую ночь я искала, не нашла. Сплю среди ночи часа в три. Я вот так чувствую, как кто-то меня под бок толкает. Но я уже знаю, кто меня под бок в три часа ночи. Я говорю, Господи, я спать хочу. Бог мне говорит, хотела котанать? Я говорю, да, Господи. Иди. Выхожу на балкон, внизу бегает тень. Под балконом носит. Пошла и заловила кота. Ещё было занятие, то он ещё со страху, и с успугу не сильно на руки шёл. Я бегала, приносила корм, подманила. Он голодный, страшный, на корм вышел. В общем, сокровище это грязное, пыльное, страшное. Притащила домой, улеглась спать, не сразу уснула. Утром вся семья. Мама, ты спишь, не знаешь, что тут кот нашёлся. Я говорю, ага, я не знаю, да. Догадайтесь, говорю, почему я сплю. Все встали, я ещё сплю. Потому что есть власть духовная. Дорогие мои, у вас есть власть духовная. Я могла в тот момент сказать, да, кот потерян, и я бы не нашла его. А была власть духовная сказать, нет, у нас ничего не теряется, и все члены семьи никто не пропадёт. Никого не бросим. Мы семья, мы никого не бросаем. Даже кота. Так и вы, вы имеете власть духовную в ваших жизнях. Если у вас есть благочестивое желание, вы говорите, в доме моём никто не уйдёт непокаянным. Никто не уйдёт непокаянным, потому что вы имеете власть духовную. Примените её правильным образом, это ваш путь. И если вы выбрали властью духовной быть в потоке Божьем, будьте в этом потоке Божьем. Никто не сможет вас вывести из этого потока, если вы согласились с него войти. И никто не может никого затащить в этот поток, если человек не согласен с этим. Поэтому правильно применяйте власть духовную и проверяйте себя. Вы своей властью не делаете ли себе препятствие быть в этом потоке. Будьте чутки к этому. Спрашивайте Господь, а что есть воля Твоя? А вдруг я, неправильно применив свою власть духовную, что-то сделаю и встал поперёк под поток? Ещё хотела сказать вам следующее. Может быть, вы когда-то замечали о желаниях ваших, вот когда мы двигаемся в потоке, вначале я рассказывала, как классно, когда всё зелёный свет, да? Замечательная карта. Вот. Может быть, вы когда-то замечали, дорогие братья и сёстры, что есть такие желания, которые вы когда-то имели, чего-то сильно хотели, а потом уже забыли про это. Время прошло, и вдруг это желание исполнилось в точности и как бы само собой. И чаще всего исполняются те желания, о которых мы уже и забыли, что мы этого хотим. Почему так происходит? Божий поток, Божий поток силы, любви, энергии, он не только вот в какой-то вот духе что-то происходит, он происходит и во времени. Вы, пошедшие в этот поток Божий, принявших спасение когда-то и двигаетесь сегодня с этим потоком дальше, вы сами уже сегодня не те, что были вчера. В этом потоке всё двигается, всё изменяется и всё обновляется. и наши желания исполняются сами собой, потому что мы как бы отпускаем эти желания на волю. Мы эти желания отпускаем, а Бог их слышит. Бог их слышит и будучи любящим и праведным Отцом Он их исполняет. От нас требуется только создать богочестивое желание, и богочестивое намерение, а затем всё предоставить на волю Бога. Вот такое состояние, когда мы формируем наши намерения и желания, а потом отпускаем их, и Бог двигает нас и через нас и совершает и называется быть в потоке. тогда мы не изнемогаем в этом желании. Что же такое быть в потоке? Это всё равно, что обрести крылья и свободно парить в пространстве божественной силы и славы. Исайя, 40 глава, 31 стих. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это значит расслабиться и успокоиться, довериться полностью мудрости и ведению Божьему и позволить Богу вести себя. Это означает полное безоговорочное доверие Богу. Это значит, что легко и естественно вписываться в естественный ход событий, не пытаясь противоречить ему и не плыть против течения. Это означает партнёрство с Богом, когда Бог предоставляет вам зелёную линию, а вы легко без заторов и без промедлений движетесь по ней. Быть в потоке это ещё означает не цепляться мыслями и эмоциями за своё прошлое или за своё будущее. Сама жизнь в потоке это движение синхронно с Богом. Вы движетесь с Богом одновременно. А что же происходит, когда мы чего-то сильно хотим, а это желание не исполняется? Дело в том, что когда вы как духовное существо когда-то чего-то пожелали, это была вот эта точка в прошлом. Вы пожелали, если вы отпустили, то вы отдали это желание Богу. И вместе с потоком Божьим вы движетесь дальше в будущее. И Бог где-то в духе своём это желание взращивает, производит, меняет и формирует. Оно начинает двигаться, расти и что-то производится с силой Божьей. Но если вы представьте, чего-то сильно хотите и вы находитесь в точке «хочу, хочу!» Когда оно произойдёт? «Я так хочу это!» Вы подобно человеку, который ухватился за сук над речкой и держится за него крепко-крепко. И удивляется, почему у него желание не избывается. Оно не может сбыться, потому что вы вместе с желанием находитесь в прошлом и не позволяете Богу нести вас в будущее. Ваше желание исполнится, но в том будущем, в котором вы двинетесь вместе с Господом под ведением Его силы и Его воли. если вы что-то пожелали и не отпустили Господа, то вы как тот человек, который держится за сук и своими эмоциями и себя держит в том прошлом. Вы так и останетесь навсегда с этим неисполненным желанием, потому что вы находитесь во временной точке неисполненного желания. Ваше желание так и остаётся неисполненным. Потому что вы находитесь в точке «хочу этого!» «хочу этого!» «хочу!» «сильно хочу!» Но как только вы изнемогли в своих желаниях, если вам не хватает мудрости отдать Богу желания свои и сказать «впрочем, Господи, да будет воля Твоя!» Вы готовы издаться в этом своём желании? Да пусть не будет, если тебе не угодно. И в таком случае вы несётесь с потоком Божьей жизни, Божьей силы и Божьей энергии дальше. И сам Господь начинает исполнять желания ваши. И вы получаете желаемое и получаете просимое от Господа легко и естественным образом. Люди, которые давно в Господи ходят, они уже натренировались этому, натренировались иметь желание производить и получать. Но я вас хочу мотивировать и выхновлять. Ваши благочестивые желания, они угодны Богу. Желайте. Желайте много, желайте больше. Будьте дерзновенны в ваших желаниях. Потому что всё это как семена в Царстве Божьем. Желайте спасаемых, желайте спасения членов своей семьи. Желайте своим друзьям. Будьте дерзновенны. Желайте хорошего, славного, замечательного. Желайте направо и налево. И доверяйте Богу. И сам Бог да укрепит вас и поведёт по этой дороге жизнь. Потому что вы в нём пребываете как дитя. А Бог как родители знает как дать желаемое вам. Потому что Бог щедр и изобилен. плак ко всем нам. Ещё хочу сказать о реке жизни, что это как поток, который всё время обновляется. Плач Еремии, третья глава от 21 по 23 стихи. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Вы знаете, нам трудно представить по своей природе как водским существам, как это что-то обновляется каждое утро. Во времена, я думаю, Еремии ещё меньше было каких-то примеров, как что-то обновляется. Мир, в общем-то, был консервативный, и не изменит. Солнце всходит и заходит, погода в Израиле такая же, как здесь, меняется мало. Как понять, что меняется, обновляется милость? Замечательные слова от человека, который живёт в довольно стабильном климатических условиях, где погода не меняется каждый день. Всё так стабильно из года в год. А он говорит, милость твоя обновляется каждое утро. Как он это узнал? Как он это прочёл? По отправению Духа Святого, по знанию Духа Святого, по глубокому водительству Божьего. Когда я готовилась к этой проповеди, в наши времена мы жмём в цифровую эру. И нам это более понятно. Когда я искала соответствующие места писания, я набрала в поисковике, в интернете. Обновляется каждый день. Вы знаете, что вышло? Я ожидала места посайма, а мне вышло. Windows обновляется каждый день, WhatsApp обновляется каждый день. Вы понимаете, братья и сёстры? В цифровом мире действительно каждый день или через день регулярно, а то несколько раз в день что-то обновляется. И знаете, что интересно? Мы вот, будучи потребителем Windows, Apple есть, iPhone, мы вот постоянно делаем эти обновления. Знаете, у нас, когда мы жмём эти кнопки, нет каких-то каждый день мыслей. А вдруг там что-то плохое обновилось? Но даже если что-то плохое, мы считаем, что производитель лучше знает, что он там произвёл. Если что-то накосячит, то сам же и поправит в конце концов. Знаете, что от нас требуется, чтобы принимать обновление Windows и другого программного обеспечения каждый раз? Доверие. Мы доверяем производителю. Поэтому и мы должны, безусловно, доверять творцу своему, который нас сотворил. Он тоже обновляется, и его милость для нас обновляется каждое утро. Каждое утро обновляется милость. И мы должны ходить и быть готовы принять это обновление. Наша-то проблема, что мы довольно консервативны, мы не готовы меняться к Господу. Мы не готовы, мы нам привычно, вот мы так выучили два прихлопа, три прихлопа, вот так поклонился, так помолился. Это так легко, потому что не надо чему-то учиться новому, постигать и познавать. Легче выучить что-то и вышивать легче по конве, понимаете? Готовить легче одни и те же блюда, которые ты выручил, да? Так и в духовном мире. А милость Господня обновляется каждый день. Если мы хотим двигаться с Божьим Духом в его потоке, нам надо быть готовым к доверии, как это программное обеспечение принимаем, так и принимать от Господа. Милость Его и обновление каждый день и каждое утро, ибо каждое утро обновляется милость Его. Потому что Бог — это Дух. Он дышит, где хочет, и Он всё время в движении. Вы скажете, так легко ты говоришь, а как трудно доверять. Вы знаете, при этом Бог отлично знает, кто мы есть. И Он знает все наши влацкие ограничения, ограничения в разу и так далее. Я хочу немножко посвидетельствовать вам. В прошлый раз, когда я говорила, я говорила о том, как, пройдя пустыню и познав Господа, я стала двигаться в Нём. Двигаться так, что Бог знает мои нужды, прежде чем я даже помолюсь. И когда я рассказывала, свидетельствовала, что вот у меня грозит, уже приблизилась продажа дома. За то время, пока я не виделась с вами, я уже успела в Россию съездить и вернуться. Я была в России две недели, и я продала дом. И всё совершилось, всё сделалось. И я пребывала в таком потоке. Это была та самая зелёная улица и благодать Господне. Потому что, когда я прилетела в Россию, всё было готово уже для сделок. Люди, которые меня ждали, я предупредила заранее, что у меня будет только две недели, если что-то будет не готово, то я улечу обратно к детям, я не смогу. Я просто предупредила, что я не останусь дольше, чем на две недели. Но эти две недели, они жертвены для меня, и что меня ждут дети, семья, и я не готова, и не могу бросить работу, детей, семью и уехать больше, чем на две недели. И люди, когда я приехала, они серьёзно отнеслись к моим словам, очень серьёзно, они подготовились, было всё абсолютно готово. Я прилетела в субботу, а в понедельник в 9 утра уже была сделка. А в 10 было всё закончено. Здесь и сделка совершила. А потом начиналось следующее, то, что требовало от меня, это терпение и доверие Богу. Регистрация сделки занимает от 5 до 10 рабочих дней. И пока я не получу деньги, и не завершу сделку, то я улететь на Кипр не могу. Вот как бы я всё сделала, что от меня зависит, а теперь надо просто ждать. Знаете, вот где-то неделю я ждала очень уверенно и спокойно. На неделю мне доверия к Богу абсолютно хватит. Но когда уже пошла вторая неделя, я на день становилась всё более беспокойной. И когда я была уже, подруги приехали, верующие с церковью, мы имели чудесное общение, но они видели, что я немножко так напрягаюсь, когда меня спрашивают, ну как, у тебя уже? Я говорю, да нет, и что? И они видели по мне, что я нервничаю из-за этого. Они говорят, слушай, одна из них говорит, ну помолись Богу. Они оставили меня одну и прямо ты помолись. Я так помолилась Богу так хорошо, Господь говорит, это ты открыл зелёную линию, я тебе доверяю, безусловно. Вот. Я знаю, что завтра последний день, когда всё должно совершиться. А там мне остаётся два дня теста сделать, побегать все эти документы, то есть очень коротко время остаётся. Говорю, господи, я немножко нервничаю, потому что мало времени до отъезда, надо успеть докончить там все дела, связанные с отъездом. Говорю, если есть милость твоя, я знаю, что завтра дедлайн, завтра, по идее, должна закрыться сделка. Но если ты можешь, ради моего беспокойства о детях, если можешь сократить это время, сократи, пожалуйста. Я помолилась, было это где-то 11 часов дня, мы хорошо провели время с подругами, я уже забыла обо всём, приезжаю домой, от дома открываю компьютер, а там сообщение. Где-то через полчаса, как я помолилась, пришло сообщение, сделка завершена, поздравляем, всё хорошо. Понимаете, Господь видит ваше доверие, но видит и когда вы начинаете волноваться и переживать. И будучи отцом ваш, Он искренне любит вас. И Он понимает все наши слабости, все наши страхи, все наши ограничения. Тогда я Богу искренне и честно скажу, Господи, я тебе верю, но уже начинаю волноваться. Если можешь, выйди навстречу. Не Бог, Саша? Понимаете, Бог говорит, что с искренним Он поступает с искренним, а с лукавым по луковству Его. Не бойтесь ваших слабостей, не бойтесь ваших страхов, а с искренней молитвой, как дети, открывайте пред Богом своё сердце. И тогда Он будет с любовью и щедростью сходить и выходить вам на встречу. Если вам не дохватает где-то веры двигаться в этом Божьем потоке, говорите Ему об этом. Он выйдет вам навстречу, Он даст вам на чём поплыть, Он пошлёт вам попутчиков, которые вас вдохновят на этом пути. Он благословит вас и даст вам всё то, что вам нужно. Потому что желание Бога в том, чтобы мы были с Ним. И эту реку жизни Он сотворил и сделал для нас, человека, чтобы мы, люди, были с Ним. Поэтому я вас вдохновляю и поощряю. Доверяйте Господу, ищите Его, практикуйте хождение в Нём и будьте богословены. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok